Это второе выступление, связанное с коронавирусом. В основном, мы тогда тоже рассказывали, что растения тоже влияют на вирусы, имеют противовирусную активность. Из этих растений, что у нас есть, что мы можем найти в Дагестане, мы выбрали некоторые из них. Экстракты, настои, отвары можете делать. Надо соблюдать дозу. Достаточное количество этих трав, экстрактов и отваров надо пить. Небольшое количество чаи вряд ли помогут. Надо достаточную дозу принимать, концентрацию и дозу. Первое – это астрогал. Он у нас очень много растет в Дагестане. Из него можно, повторюсь, экстракт астрогала, отвар, настой. Примерное соотношение – 2 столовые ложки на 200 миллилитров, на один стакан кипятка. Оставить вот так 2-3 часа, получится настой. 5-6 минут отварить, потом около 30 минут настаивать после кипячения, и после 30 минут можно использовать отвар. Экстрагировать надо, немножко подольше оставить травы. Такое же противовирусное действие имеет душица, шалфей. Вот эти три, самые такие ходовые, достать возможно. И можно даже все три места делать, по 2 столовые ложки каждого, и на 600 миллилитров кипятка, и настаивать 2 часа, пить по 150-200 миллилитров утром и вечером. По сильнее, более сильнее – это солодка корень. Корень солодки, лакрица тоже называется она, измельчить. Одна столовая ложка на один стакан кипятка 200 миллилитров. Лучше отвар делать 5-6-7 минут, 10 минут, потом 30 минут оставить без печки, без огня, и пить по 100-150 миллилитров 2 раза в день, за 2 часа до еды, натошаг. Ну, длительность действия этого приема 15-21 дней, можно 30 дней. Эхиноцея – это цветок, похожий на ромашку, ромашка желтая, эхиноцея красная. Сильный противовирусный эффект имеет, также все три экстракта, отвары и настои можно делать. Чеснок и лук – они самые сильные противовирусные препараты на данный момент среди трав. Тибетская медицина, китайская, индийская медицина, там есть врач Чарак. Он говорит, что вещества, которые есть в чесноке и луке, они убивают вирусы, и таких серосодержащих веществ нет в других препаратах. Они имеются в чесноке и луке, они очень хорошо влияют на вирусы. Он же говорит, что используйте лук много, чтобы сохранить текучесть крови. Смотрите, как он говорит, поддержать, сохранить текучесть крови. Мы же при коронавирусе что? Сгущение крови. А он говорит, вот лук, чеснок, покушайте его много, текучесть крови сохранится, не будет сгущения. И укрепится сердце, добавляет еще. Их надо просто вот так кушать, лучше так, чем отварен настой. Лучше лук, обычно мы говорили, что лук кушается утром, можно целый лук кушать, но сочетается очень хорошо с бульоном мясным. Сперва мелко, очень мелко нарезать лук, чтобы вот этот запах, чтобы не почувствовать, поставить тарелку, налить на него кипящий бульон и оставить немножко, 2-3 минуты, вот горечь лука исчезает, незаметно становится. И вот эту целую тарелку бульона с луком покушать утром натошаг до еды. И 2 часа не пить, не кушать ничего. Чеснок вечером 4-5-6 зубцов, вот так мелко нарезать, поставить тарелку, также налить бульон и хорошенько пожевать, кушать чеснок с бульоном. Потом только добавить еду. Это 15, опять же, 21-30 дней. Ну, они самые хорошие на данный момент. У нас вот за год, за полтора года много было случаев, что заболели люди. И они, вот как мы говорили, настояли на этом, на луке, на чесноке, на бульоне, на семенах черного тмина, на одуванчике. Они многие сказали спасибо, что помогают в действительности им. Они перенесли коронавирус легко. Вот розмарин бывает в домашних уставах, его сажают. Если достать розмарин, он тоже имеет такой сильный противовирусный эффект. Но одуванчик, чем розмарин, более сильный. Чеснок, лук будем считать первыми, одуванчик второй. Солодка, эхинация, розмарин третий. А строгал, душица, шалпей, следующее. Вот в таком положении будем идти. Дание наших ученых, что вирус проникает в клетку хозяин и там размножается. Он сам не растет, размножается. А проникновение вируса считается первым этапом цикла размножения. Поэтому ингибирование этого этапа, остановка этого этапа может минимизировать вирусную инфекционность. Вещества, содержащие в чесноке и луке сероорганические соединения, влияют как раз на этот процесс. Вот раньше мы говорили, что кушать хорошо. Опять повторюсь. Но многие тоже говорят нам, что у нас чеснок, лук, курдюки, масло. А что нам еще говорить? Все медики, все аптекари, все фармацевти же говорят про лекарства. А мы будем говорить про натуральные вещи. Есть практически, вот прямо на опыте, семья, вот шесть человек. Они кушали один курдюк. Утром курдюк, обед курдюк, вечером курдюк. Это они сами нам рассказывали. Вот шесть человек, и ни один человек из них не заболел. Топленое масло по две, по три, по четыре столовые большие ложки. Хотя бы три, вот для меня три-четыре. Чуть маленького, для женщин две. Но одна столовая ложка мало будет. Это для детей. Две, три, четыре столовые ложки топленого масла утром и так же вечером до еды. Вот с этими травами можно их сочетать с настоями, отварами. Они же одну точку бьют. Можно вместе дать и вот так использовать курдюк и масло. А в основном, за время болезни, пожалуйста, передерживайте всего горячего. Холодные напитки оставьте, фрукты, овощи оставьте, овощи оставьте. Кушайте бульоны, супы много. Хотя бы два раза утром и вечером горячего, прямо такого, как человек может принимать. Вот в таком виде принимайте пищу. Вирус, он погибает в кислой среде. Вот сейчас, посмотрите, возьмем уксус. 70-процентный, 80-процентный. Хотите 100-процентный, как ледяной, как лед, это уксусная кислота. Вот 70-процентный обычный уксус магазинный. Вот ее взяли один к одному. Вот он 180 миллилитров. Такой же 180 миллилитров, 360 миллилитров кружка. Налили воду. Сколько кислоты эссенции? Столько же воды. Получилось, что 35-процентная. От 70-процентный получился 35. С ним можно спокойно работать. Можно полоскать руки, можно полоскать обиход, обиходное все. Можно полоскать. Если, я говорю, что лучше полоскать рот и нос. Давайте 30-процентную, взяли столовую ложку и взяли еще воду. Добавили, получилось 17,5-процентный уксус. Вот этот уксус убивает в любом месте любой вирус. Также основное внимание на, что убивает вирус, это отмеливатели. Вот сейчас это гипохлорид, по-моему. Это белизна, хлоросодержащие любые вещества и спирти. 70-процентный, 80-90-100, 72-процентный раствор хозяйственного мила не хуже спирта и не хуже кислоты уксуса убивает, написано. В профилактической мере, вот тогда мы говорили, кто уже вышел из больницы, им следует очень много, почти по два стакана утром и вечером можно копить. На стакан 4 столовые ложки, два стакана утром, также два стакана вечером. Адуванчик, стакан утром, стакан вечером. Астрагал, солодка, корень, стакан утром, стакан вечером. Добавляйте сюда сколько хотите молотого имбиря, несвежего имбиря. Молотого имбиря, чайная ложка на стакан чая. Чайная ложка вечером тоже на стакан чая. Вот с ней вместе кушайте полная чайная ложка семян черного тмина с медом, с маслом. Пожевать, покушать. У кого зубов нет, вот эта чайная ложка быстро через кофемолку пропустите и сразу добавьте меду и покушайте. Вот так 15, 21, 30, 40 дней. Вот это меры для профилактики. Что мы рассказали про растения, про чеснок, лук, про одуванчик, это все лабораторно и обследовано, исследовано и доказано. И на практике, на определенных количествах людей. Мы просим Аллаху Таала, чтобы нас уберег от таких заболеваний. Всех благ. Ассаламу алейкум и рахматуллах и баракату.